здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим на тему почему мы не ограничиваемся лечением одного больного ребенка а лечим всю семью ну первая причина это то что семья это сложная экосистема где все члены семьи связаны друг с другом и все влияют на всех это например очень похоже на больной зуб если вот у кого-то болит зуб то даже при общем здоровье остального тела человек не будет функционировать также семья все аутизмоподобные заболевания и сам аутизм то есть это раз всякие виды zpr и zpr и прочее они всегда включают в себя органическое поражение центральной нервной системы это всегда есть но помимо этого мы заметили что часто бывает недостаточно вылечить это повреждение то есть есть какие-то другие факторы которые влияют на здоровье ребенка и на скорость его развития и вообще на возможность его развития например мы видим что в любящих и гармоничных семьях дети выздоравливают быстрее и развиваются лучше чем всеми их с патологическими отношениями между членами и собственно несколько лет назад давид догадался что лечить надо всю семью и это когда мы начали это делать то это сильно улучшило результаты давайте подумаем на тему что же такое семья семья это такое социальное скажем так образование где все связаны со всеми и все влияют на всех наиболее сильная связь в таком варианте всегда между матерью и ребенком то есть ребенок он не является независимым членом семьи он привязан ко всем и больше всего он привязан к матери если мать больна то болен и ребенок собственно других вариантов просто не бывает дети аутисты имеют с матерью очень сильную эмоциональную связь очень часто более сильную чем обычные дети то есть обычные дети они очень рано начинают ощущать себя отдельной личностью начинают как-то действовать в мире дети с аутизмом за прр и прочими подобными проблемами они начинают осознавать себя гораздо позже в каком-то смысле они недорождаются и поэтому они как бы не могут себя отделить от матери то есть для них непонятно вот где граница вот это вот его мама а это он сам то есть его точки зрения как бы они не разделены то есть они являются единым существом и понятно что такие отношения здоровыми быть не могут по определению то есть это нужно как-то менять по этой причине всегда обязательно мать должна лечиться вместе с ребенком собственно если мать отказывается от лечения то мы таких детей стараемся не брать просто почему потому что не видим в этом смысла следующая по силе связь это связь связи отец-мать и отец-ребенок в некоторых семьях такие связи уже не существует то есть отец может оставить семью или может вообще никогда в жизни семьи не участвовать например там по разным причинам если мать вообще изначально мать-одиночка в таких семьях первичная связь мать-ребенок усиливается еще больше и собственно все патологические моменты этого дела тоже усиливаются если же связь отец-мать и отец-ребенок существует то отец может привнести гармонию в семью и равновесие функционирование всей семьи и сильно оздоровить ситуацию может конечно и наоборот но мы всегда будем так сказать стремиться к лучшим вариантам следующая связь это связь с бабушками дедушками то есть есть много случаев когда собственно практически всегда наверное мы не все видим но всегда имеется связь с родителями родителей это есть со старшим поколением и здесь тоже очень сильно все зависит от характера этой связи то есть связь с бабушками дедушками может быть очень помогающей полезной а может быть наоборот может быть разрушающей деструктивной то есть вот например очень властная бабушка которая не ставит ни в грош свою невестку то есть мать детей и соответственно она руководит жизни молодой семьи понятно что ни о какой гармонии там речь не идет речь не идет о том чтобы ребенка правильно воспитывать и ну понятно что эта ситуация совершенно нездорово еще от пример бабушка оттягивает на себя все ресурсы одного из родителей то есть это может быть в разных вариантах например бабушка считает больного внука не стоящим забот и требует чтобы мать его бросила и занималась бы бабушкой или там ее сестрой или братом во всех этих случаях необходимо изменение ситуации и в общем поэтому необходимо лечить всех этих членов семьи поэтому собственно мы обязательно требуем чтобы приезжала мать следующие по требованию это отец то есть мы всегда радуемся когда приезжает полная семья потому что это дает нам гораздо больше инструментов для того чтобы помочь ребенку и во многих случаях лечение бабушки с дедушкой тоже весьма весьма помогает собственно во всех этих случаях мы не говорим о сознательных вторичных выгодах которые могут быть у кого-то из членов семьи из-за наличия больного ребенка про это было как-то отдельная лекция мы предполагаем то есть вот все что я сказала это все правильно только в свете предположения что родители искренне хотят исцеления ребенка то есть им нужен именно здоровый ребенок они хотят видеть его как отдельную гармоничную успешную личность что нам дает лечение родителей ну во первых любая семья с больным ребенком какой бы диагноз у ребенка не стоял испытывает невротические состояния то есть семья находится в постоянном стрессе отсюда происходит нервное истощение начинаются депрессии очень часто у матерей то есть матери практически все приезжают с депрессиями приходят и на почве вот этого постоянного стресса и нервного состояния нервного истощения у родителей развиваются их собственные болезни причем болезни начинаются как бы с вещей таких душевно духовных но развиваются они во вполне органические заболевания например проблемы со спиной сердцем может начинаться гипертония сахарный диабет и многое другое это все эти заболевания лишают родителей сил лишают их возможности нормально жить нормально воспитывать детей и вообще чувствовать себя счастливыми и нормальными у некоторых родителей развиваются более тяжелые заболевания в общем даже такие которые могут приводить к гибели одного из родителей за время курса мы стараемся оздоровить родителей в первую очередь физически то есть для того чтобы у них появились реальные силы наладить нормальную жизнь то есть мы стараемся как-то компенсировать нервное истощение собственно не как-то очень даже неплохо и даем им инструменты как они могут как бы дальше функционировать себе с посторонней помощи еще мы заметили очень интересный такой момент что скорость выздоровления ребенка и уровень развития который он может достичь и в тяжелых случаях сильно зависит от некоего такого свойства родителей которые сложно охарактеризовать но в некотором смысле я наверное зову это духовной чистотой этому свойству очень сложно дать определение потому что она может проявляться по-разному среди духовно чистых людей например много людей религиозных но как бы не обязательно религия в данном случае не имеет значения то есть религия может быть абсолютно любая просто такие люди стремятся ко всевышнему и в общем он дает им ответ и чем больше у родителей этой самой духовной чистоты тем быстрее выздоравливает ребенок противоположности этому положительному свойству есть родители обладающие так сказать обратным свойством противоположным свойством его охарактеризовать наверно еще сложнее чем вот первое но наверное я бы это назвала абсолютным эгоизмом или может эгоцентризмом упертостью материальное удовольствие то есть люди которые в общем-то зацикленные вот на себе на материальных каких-то благах то есть даже вот очень сложно это объяснить потому что это тоже проявляется по-разному и в общем в общем сложно это объяснить но вот когда существует в семье хотя бы один родитель с подобными свойствами то диагноз у детей гораздо более тяжелый сегодня вот мы заметили что практически нет дифференциации между различными ментальными состояниями ребенка то есть всем отстающим детям автоматом ставят либо аутизм либо за прр либо еще что-нибудь иногда там пишут какой-нибудь рэп ну в общем понятно что это все не точно иногда вот такие тяжелые дети приезжают просто не обследованными если есть результаты марте то там видны обычно большие участки мозга с недоразвитой структурой или даже есть дети у которых просто отсутствуют части мозга целые сегменты отсутствуют и поведение таких детей она тоже с трудом подпадает под диагноз аутизм камере под его формальное описание эти дети как правило контактные иногда чрезмерно контактные часто агрессивные собственно я бы сказал что они все в какой-то момент становятся агрессивными то есть видимо проблема развивается с возрастом с достаточно раннего возраста могут проявлять половую расторможенность то есть собственно в советском союзе когда диагноза аутизм еще не существовало таким детям выставляли диагнозы типа там умственная отсталость или гофрине сейчас это все сменилось на более политкорректные диагнозы но суть от этого как бы не сильно поменялось и вот очень часто именно у таких детей один из родителей зациклен на своей собственной персоне думает только о своем благе семья для него там или для нее собственно мы видали таких мужчин таких женщин это средства достижения каких-то материальных благ и получения личных выгод собственно к богу они тоже относятся исключительно как к средству для получения каких-то материальных благ даже они могут быть даже внешне религиозны но в общем религия это тоже какое-то средство для них для получения каких-то выгод то есть фактически они сводят всю вселенную вот получению вот этого хорошего так сказать для себя и во время лечения они не интересуются особо благом ребенка всегда есть какие-то посторонние соображения не буду приводить здесь примеры потому что это все очень грустно и вот именно с такими родителями из их детьми работать сложно и даже не потому что ребенок там настолько тяжелый что он не может выздороветь может просто для того чтобы он выздоровел родители должны прикладывать определенные усилия родители этого не делают то есть например там родители могут отправить ребенка в интернат вместо того чтобы им заниматься там есть всякие другие варианты тоже в общем совершенно не хочется про это говорить но в общем короче у таких вот родителей и тяжелые дети они конечно развиваются гораздо хуже здесь это можно даже рассматривать с духовной точки зрения что вероятно такой ребенок является инструментом для изменения таких родителей для какого-то их переосмысления и пока родители не изменится ребенок измениться тоже не может хотя если посмотреть внимательно то всегда и видно так стать материальные проявления вот это вот эгоизма которые мешают ребенку достичь так сказать своего потенциала ну поскольку мы не господь бог мы верим в свободу выбора каждого человека то в таких случаях мы помимо лечения объясняем все возможные варианты развития событий то есть объясняем как будет если там будет так то если родители будут делать по-другому и так далее то есть например если ребенку требуется занятие с логопедом и дефектологом а ребенок отправляется в интернат где только кормят и следят чтобы он там не шкодил и в штаны не какал то есть вероятность что он не заговорит хотя на самом деле она тоже далеко не стопроцентная потому что как бы развивающийся мозг он может такие именно использовать свой потенциал и даже в таких плохих условиях может вполне догнать но очевидно что в таких случаях семья смысле среда и условия для развития они гораздо хуже чем могли бы быть вообще вот идеальные отношения к ребенку с нашей точки зрения очень просто и четко высказала одна очень милая молодая семья у них был достаточно тяжелый ребенок и они сказали так мы сделаем все чтобы он выздоровел но даже если это не получится мы будем любить его таким какой он есть вот я считаю что это самое правильное отношение всем спасибо до свидания всем хорошего дня